друзья всем привет добро пожаловать на очередной обзор кроссовок который я приобрел недавно во время прогулки по магазину солбокс берлине смотрите у меня в плейлисте сникершопинг берлине там будет обзор этого магаза я там взял две пары кроссовок чтобы мне разрешили вообще снимать там был полный экшен приключения в общем залетайте смотрите все сегодня будем смотреть что я там взял вот nike ld waffle с ум 45 с половиной я не понял он не дал не тот размер 13 лду это что леди с не понял я вообще что-то в а вуменс мэнс он не дал не тот размер парни или не ту коробку ну а ну давайте сделаем обзор тем паче будет хороший повод их вернуть наверное ну что погнали вот такое типа аля бутанг расцветка ну-ка давайте посмотрим чего у нас на этикетке ну да 11 и 5 это не те кроссовки блин это не мой размер я не смогу их померить по моему ну да ладно короче смотрим ой ну и сал бокс ну и сал бокс не знаю даже чё сказать по ним кроссы кроссы принципе можно заканчивать обзор да парни можно заканчивать обзор давайте посмотрим что в коробке немного бумаги такие шнурки женские такие шнурки есть тонкие который будет развязываться чек слов нету короче они хотят типа чтобы я не матюкался в видео ну в общем вот тут написано nike sakai undercover тут уже замятая они не новые листейка приклеена просто поролоне у нас берлине пасмурная погода не знаю как со светом тут нейлон тут замша пена вот это довольно таки мягкая а вот это твердая женя привет надо скажи где взять аппарат если кому-то интересно буду мерить толщину хотя нет вряд ли не буду толщину мерить джека не толщину прошу прощения а плотность материала два язычка вот здесь они вот так сшиты они они не сшиты это штуки продеты в оба две пары шнурков хороших вот эта штука короче качеством прям беспонтовая ну вот как на эквипментах старых то есть это сразу будет короче стираться носки по-любому то есть это все закошлатится моментально я в шоке всунули мне не тот размер я же мерил посмотрите видео я ведь я не знаю есть там или нет короче я померил их был мой размер сорок седьмой я такой отложи пойду машину за деньгами вернулся и оказалось не мой размер я прям не знаю что сказать по поводу этого прям фахтунги принципе кроссовки как кроссовки не знаю что что он рассказать если я не могу показать их на ногах а рассказывать тут особо не о чем ну да кожа там спилок как движение вот если одного цвета внутренности прокрашенные она все равно чувствуется как будто покрытие тут тоже такая типа замшечка легкие по размеру я бы сказал что они слегка мало мерят потому что я взял 47 с половиной по моему я мерил почему потому что вот здесь очень сильно заужен нос ну так прилично в общем на пол размера можно взять больше не ошибетесь ну как напишите в комментах но это такое а сексуал ставил я бы сказал на такое будь и азиатом который еще не определившийся может скидаться не хочу никого обидеть есть люди которым очень идет эта модель но они видимо не пельменного телосложения просто тут я согласен на вкус и цвет товарищи нет это чисто моя с мое субъективное мнение я больше склоняюсь к тому что да что эта модель просто ступо женская вот думал поржать хотел показать вам тут что-то поприкалываться вместе с вами но сразу испортилось настроение и я даже не знаю что с ней делать она по сути не новая шнуки все развязаны и умерили что и там присылить я повезу тупо час назад домой домой говорю блин этот магаз возврат сделаю для начала но тем не менее и мне будет приятно если вы лайкос мне жахните я сейчас еще посмотрю может сниму там магазине как я к ним вернулся кстати сегодня нет завтра завтра по моему equipment дропается вот эта серия у нас германии обуви ну да не знаю короче не знаю просто не знаю что сказать так то не по качеству огонь все качественно сделано качественный нейлон такой шершавый не факт что он дышащий более-менее качественная кожа тут все пошли то спорт сверху так under cover under cover это же японский бренд так что не как бы не удивительно не на как долго вот эта штука это чтоб снимать их насколько он что было ботинок а ботинок вот так стягивать с ноги я думаю в этом в этом смысл цена купил ритейл был в магазине сто семьдесят евро если не ошибаюсь сто семьдесят пять сто семьдесят все равно буду вам признателен за лайк и за комментарии друзья короче история с салбоксом продолжается и о моё ох салбок салбокс в общем я мерил в магазине 47 они по половине даже они подошли все отлично вот и потом выясняется что на самом деле мне запаковали и заплатил я за и пришел раскрыл и там сорок пять с половиной в общем маленькие кроссовки я расстроился в общем сразу ломанулся назад магазин чек же все есть это было позавчера говорил ребята верните деньги просто он говорит нет и показывает мне внимание у нас тут вот видишь на кассе прямо табличка такая малюсенькая табличка говорит у нас табличка тут висит что мы типа баловы не возвращаем мы ты можешь взять у нас купон или другую выбрать пару кроссовок потому что 47 этой модели уже нет он там сходил посмотрел нету представляете я расстроился я достал телефон и типа такой в шоке а я его и он такой типа ничего нельзя сделать я рину как нельзя сделать можно можно вот эту табличку можно его филу такое сделать в принципе тем более самое интересное что там же все время терки были за то что я снимал и магазине когда их брал и я спросил еще можно я там и потом когда эмоции спадут типа верну да да приходи возвращает у менеджера спросил ну вот я пришел возвращаю он такой нет и в итоге ему объясняю чувак это же не то что там типа ну просто не мой размер вы мне дали изначально я померял тот продавец типа да я помню помню он говорит я померил и вы мне дали просто не тот размер я прихожу домой распаковываю маленький размере это вообще не мая то не то что мне там как бы я передумал или еще что-то верните лавы тем более я три пары купил в этот день еще одну купил там магазе и онлайн заказал пару мечты и случайно увидел все в моем размере в этот в один день он не объяснил оказывается у германии если он лента можно возврат сделать две недели а если оффлайн покупаешь кроссовки то это уже по желанию продавцам он может вернуть возвращать деньги а может не возвращать и я как вы шоке и он такой на меня напал вот типа я хотел вернуть день я ты достал телефон начал снимать и я тут уже типа такой если раздумья я говорю чувак тысяч а härif просто системы и он начал короче опять бы эту табличку мне вот и начал снимать табличка тебе табличка ну разве так можно я во первых и ну типа что так обиделся это ты что ли вешал эту табличку Это первое, второе, что ты съезжаешь с темой Мы сейчас не про табличку разговариваем Мы разговариваем о том, что мне положили Пробили не те кроссовки, которые я мерял И в итоге Еще не хотите деньги возвращать В общем, я на эмоциях На офигенных Серотониновых эмоциях от магазина Soulbox, на самом деле я очень часто Онлайн их заказываю, у них реально Выбор неплохой, а оффлайн, как вы видели Там вообще, как бы Очень много пар, которые прям реселятся Может быть, для этого они так и придумали Чтобы люди, типа, не брали Потом попробовали В ИБМ месяц посидели, не продались Типа пришли, вернули Может, для этого Ну, короче, в итоге он мне все-таки деньги вернул В этом плане, после долгих переговоров Из-за этого Я сейчас думаю, у меня еще вторая пара есть Которую я думал вернуть Которая, на самом деле, в два раза дороже этой Оказалось Смотрите скоро обзор, подписывайтесь на канал Кстати, спасибо вам за реакцию Так вот, получается, они ее не заберут Получается, я попал На нормальный лавандос Видите, что я делаю Ради своих любимых двух штаб-подписчиков Ради ваших комментариев И лайков, ребят Видите, во что мне это обходится На жалость На жалость Поставьте лайк, давайте, братаны Ну, по-братски лайк Ну все, ладно Все, настроение поднялось Все нормально Всех обнял Увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!